Продолжаем выпуск. Жители потопленного села Садовое не хотят возвращаться в свои дома. Сельчане требуют переселения. Они заявляют, что дома, построенные всего полтора года назад, уже непригодны для проживания. Талые воды размыли цемент. Из-за этого в стенах появились трещины. Вот это фундамент, который заливали буквально полтора года назад. Заметно, что он уже осел на 5-6 сантиметров. Житель села Дулданхан Баенханула показывает осевший фундамент своего недавно построенного дома. Новое здание, построенное после паводка 2015 года, с самого начала вызывало у главы семейства подозрения. Уж больно быстро его воздвигли. Результат не заставил себя ждать. Дом оказался холодным. А при паводках вода поднялась почти на 40 сантиметров. Цемента, наверное, не доложили. Вода сразу проникла в дом через фундамент. Мы около 10 дней жили в палатках и клубе. Сейчас дома стоит неприятный запах. Электричества нет. Не знаю, говорят, ущерб оценивать будут. А что его оценивать? Паводки у нас почти каждый год. Легче людей переселить. Аналогичная ситуация и у других сельчан. Все они в один голос твердят о переселении. Иначе стройка в Садовом будет повторяться каждый год, заявляют люди. Что нам делать? Мы не хотим жить здесь. Каждый год нас топит, как в этом селе жить. Пусть нас переселят. Мы вернулись домой вчера, а у нас все воняет сыростью. В Акимате говорят, что ущерб и пригодность жилья оценит специальная компания. А в местном Акимате о переселении пока молчат. Чиновники говорят, что сначала дома должна обследовать специальная комиссия. Именно она даст заключение о возможности дальнейшей эксплуатации. Пострадавшего населения на возмещение материального ущерба. Значит, эта работа у меня проводится. Кроме этого, мы сейчас организуем выключу. С колодцев, с домов, с дворов, с поквалов. Будем откачивать воду. Уже техника необходимо едет для этого. Работа в данный момент. Потому что вчера первый день вода отошла, люди потихоньку запустили. На следующий момент света нет. Уже обследование производится бригадами электриков, которые входят в каждый дом, осматривают эти дома. И потом при возможности подключения к дому данному, к дому данному, к дому будут подключаться к электричеству. Согласно официальным данным, в Садовом были потоплены 26 домов, 39 квартир. При этом власти эвакуировали почти всех сельчан. Часть из них уже вернулась в свои дома. Им просто идти больше некуда. Сейчас они кое-как пытаются проветрить жилье и высушить вещи. Аем Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.